всем привет друзья сегодня у меня продолжение обзоров на тайтл black и сегодня у нас рюкзак black беседш поехали и фью и тот самый магазин для спорта если ты дорогой зритель впервые на моем канале и ни разу не слышал за тайтл black то я тебя сейчас веду в курс дела прошлом ролике я делал обзор на тайтл black сумку обзор выскочит здесь так вот нам я говорил что тайтл black является самой крутой линейкой в бренде тайтл но после того как я пошурстил большинство не что что большинство а все бренды экипировок я понял что тайтл black является самой крутой и самой большой линейкой вообще среди других экипировок в эту линейку входит множество перчаток как и снарядных так и тренировочных сюда входит также и шлема сюда входят также и тренерская экипировка одежда и соответственно сумка с рюкзаком и самый прикол этой линейки в том что любая вещь смотрится офигенно если вы еще знаете настолько большую линейку экипировки то пишите в комментарии в любом обзоре на линейку тайтл black я всегда говорю что этот дизайн мне нравится и в принципе так оно и есть потому что посмотрите даже в этом рюкзаке есть очень крутое сочетание различных тканей это ткань похожая на ripstop это обычная полиэстровая ткань сетки и даже ткань которая используется в рашгардах вот она эластичная также очень круто смотрится вот эти вот черные глянцевые буквы они очень круто переливается на свету как для тренировочного рюкзака этот рюкзак очень даже вместительный его высота 56 сантиметров ширина 41 сантиметр и глубина 23 сантиметра и не переключайте потому что в конце видео я его наполню экипировкой и проверим сколько туда ее влить давайте пройдемся по отделениям основное отделение открывается на двух бегунках и когда его открываешь понимая что внутри тоже уделили внимание деление занимает весь объем рюкзака но внутренние карманы и фурнитура очень поразило одно отделение внутри для ноутбука на застежки еще одно отделение на липучки множество различных кармашков для мелочи и даже есть карабин для ключей также есть еще одно отделение которое находится на лицевой части рюкзака открывается одним бегунком но зато этот карман проветриваемые сюда можно класть мокрые вещи после тренировки сверху есть небольшой кармашек с микрофиброй для очков и телефона ну или для других мелочей которые вы туда положите а снаружи по бокам есть два стандартных кармана на резинке спинка и плечики очень даже удивили меня во первых они мягкие а во вторых они сделаны из сетчатого материала который не будет давать возможности потеть вашей коже сетчатый материал на спинке идет по всей длине а сама спинка мягкая и не имеет жесткой основы еще на что хотел бы обратить внимание это на множество застежек смотрите есть одна застежка для регулировки глубины рюкзака есть одна застежка на груди и одна застежка на талии и так мы сейчас будем наполнять экипировкой этот рюкзак начинаем с чего шлем и перчатки я всегда рекомендую делать таким образом вставлять одну перчатку шлем вторую так чтобы она меньше занимала место в вашей сумке защита для ног это какая-то такая маленькая если брать побольше то в принципе она тоже сюда поместится с головой у нас для этого еще нужно это бинты для тренировки я положу в отдельный карман в лицевой соответственно капа и скакалка потому что без скакалки никуда и пока ты смотришь этот ролик если ты вдруг не подписан на наш канал то подпишись если тебе понравился сам видос то поставь лайк ну и соответственно пиши комментарий что думаешь по поводу линейки и самого рюкзака далее у нас идет ракушка пацаны берегите свое так сказать самое ценное так ракушка есть у меня с собой здесь шейкер в принципе это может быть любая другая бутылка для воды вы ее можете положить либо сюда либо соответственно внутренне всегда люблю внутрь положить и условно говоря вот этот сверток это тренировочная одежда рашгарды шорты и все остальные дела вот застегиваем я даже вам могу больше сказать сюда бы даже еще поместилась бы спокойно там обувь боксерская либо боксерки либо борцовки вот и следующее что у нас остается это карман для очков либо телефона в нем очень хорошо хранить все вот эти такие вещи потому что они царапаются наоборот даже можно протереть и будут как бы очень очень круто так что видите рюкзак очень очень даже вместительный так что друзья рекомендую вам посмотреть мои другие обзоры на линейку title black потому что нереально годный в описании будут все ссылки на эти видосы и самое главное следующем ролике у нас выйдет крутая обучалка от альберта где мы рассмотрим удары mortal kombat бам и фьюэй тот самый магазин для спорта